Ваши вази информационный выпуск телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, витаю вас, глядите у гэтым выпуску. Ставка рефинансования у Беларуси сёння знижается с 14 до 13% годовых. Сёння у Мазыры открылась 12-я республиканская выстава «Кермаш» «Палеская скарбница». Тенденции лечения органов слыху обмерковали сёння на областном семинаре. Больше, как 40 молодых супрацовников Следующего комитета приймают у делу в учебно-методичном сборе, а зараз об гэтым и иншим больше подробязна. Ставка рефинансования у Беларуси сёння знижается с 14 до 13% годовых. Гэта рашэння прынята Нацбанкам з уліком становчих тенденций у экономіцы, повышэнні її знішній устойлівасті, умоцавання стабільнасті у грошово-кредытной сферы. Заховывается тенденция запаволення інфляцій большзначными темпами, чым чакалася. Плануэцца, што ближайшые месяцы прирост спаживецких цен захаваецца на узроуні крыху вышэйшым за 6% у годовым выражэнні. Гомсельмаш – замежная приватная кампания створит сумесное предприємство по сборце зернеуборочных камбайнов у індийскім штаті Раджастан. Баки ўжо подписали меморандум об об'єднанні. Новое предприємство отримає назву «Гомсельмаш Індія». Згодна з бізнес-планом, выпуск камбайнов аменавіто-бюджетной модели КЗС-575 почнеться у 2018-м годі. Паразіках спеціалістаў, што годовая патрэба Індії ў такой техніцы складає каля 4 тысяч адзінок. І тому ў сумеснага предприємства існуюць добрая перспіктывы і макчымаці для развіцця. Демонстрація найновшых узору продукціі предприємства ў пошук потенціяльных делавых партнёров, умацавання міжрегіональнага економічнага супрацойніцтва. У рамках економічнага форуму сёння ў Мазыры прайшло урачыстае адкрыцё 12-й республіканскай выставы Кірмашу «Палецкая скарбніца». А маль 60 предприємства ў заявілі пра своё жадання паудзельнішаць у 12-й республіканскай выставі Кірмашы «Палецкая скарбніца». Максимальна колькась експанентів за всю історую. Выстава ўже даўну стала агульным гэндлёвым брэндам рэгіона. Гэта наглядна презентація продукцы, а разам с тым і економічнага потенціялу. Радуюць, што растёт масштаб этой выставки. Выставка республіканскай і в перспективе нам бы очень хотелось видзіць эту выставку как презентацію потенціала вообще «Палецкого регіона», который мы считаем представлен именно очень хорошо предприятиями Мозырского района. Молочная и хлебобулочная продукція, лёгкая промысловость, машинобудавання і древоопрацовка. Тематика выставы немае обмежуванняў, асортымент вельми широкі. Мозырский домобудовничий комбінат, дякуючай реалізацій інвестиційного праекта при фінансовой дзержпатрымцы на тепершній выставе з гонором демонструя свою продукцію. Главна наша задача состою в том, чтобы начаться активный збыт наші продукція. Это в первую очередь, как вы видите, это в первую очередь збыт наші плиты, которая идёт как утеплитель, как шумогаситель. Это очень доброкачественная плита из древесного волокна. У выставе беруть удел як гіганты районной промысловості, так и бізнесмени. Мозырская вытворчость разностайных комбиних вырабов компанії Анлюма уже давно ведома замежами региона, дякуючи оригинальному дизайну и оптимальным соотносинам – кошт-якость. Намі освоен выпуск елементов холодной и горячей ковки, которые используются для создания художественных изделий из металла. Это и беседки, и ворота, и калитки. То есть продукт очень доступный, собирача очень просто. Всё это выглядит примерно как конструктор, то есть сложного абсолютно ничего нет. По деньгам очень бюджетно получается, и намного дешевле, чем покупать готовые изделия. В аурочистом открытии выставы приняли удел и замежные партнёры. У сёл – это деловые зносины, які пасля выливаются у реальные суместные проекты. Надзвычайный и полномоцтный посол Молдовы у Беларуси Виктор Сарачан не выключаю макшимости того, что на наступной выставе будет стенд с элитными молдавскими винами. Да, стендов не хватает. Он нужен, потому что молдавские вины – они всемирно известные вины. И это является такой кладовой, скажем, не только в Европе, но и во всем мире. Потому что наши вины сегодня знакомы далеко за пределами Европы, и в Южной Америке, и в Китае. Кстати, Китай уже экспортируют наши вины. Основная мета Полесской скарбницы – это дать макшимость вытворцам продемонстровать наинавшие узоры своей продукции и найти новых деловых партнёров. Такого роду знакомства и дальнейшее сябровство позволяют поширать географию региональной экономики. Виктория Синицкая, Олег Фиснер. Специально для телерадиокомпании «Гомель». У Беларуси протягивается централизованное тестирование. Сёння прошли выпробование по русской мове. До речи, на Гомельщине этот предмет стал самым популярным сяродом бетургентам. На его было зарегистровано больше, как 11 тысяч человек. Выники будут вядомы про 10 дён. Наступные испыты – 16 червяня по громады Знавствия. Беларуская чигунка открывает маршрут Мазыр-Калинковичи-Минск. Дённый тягник межрегиональных линий эконом-класса начнет курсировать с 16 червяня по пятницах и неделях. Состав будет отправляться со станции Козенки в 16.03 и прибудет в столицу в 21.21. С Минска тягник будет отбывать в 5.58 ранницы. А по дне 12.15 он уже будет у Мазыры. Культура с доставкой на дом. Как на Гомельщине працуют мобильные установы культуры? Это вопрос стало первопочатковым на коллегии Главного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облыва Конкама. Она прошла сёння в выездном формате на Лоевской земле. Там побывали и наши корреспонденты. У маленьких вёстках, где библиотеки, зникли больше за 30 годов. Утому книгу чекают не меньше, чем автолавку типа штальона. Так, у вёску Синск, на Лоевшине библиобус, приезжая раз в месяц, при любом раскладе и у любое надворье, не глядячи на то, что читачо у всех 19 человек. У салоне машины соправдная мини-библиотека, столажи, формуляры и два библиотекары. На выбор у сё, от периодики и фантастики до классики. Опыт на библиобусы видовочные, некоторые читачи берут одразу по 20 книг. Половину сдавать пришёл, половину набрал. Конечно, хорошо, что приезжают. Надо, чтобы приезжали. Потому что читать иногда хочется, конечно. Берём книги, журналы берём. Всё-таки же интересно, что делается в мире и всё. У перши рейс лоевский библиобус вышел 6 годов тому. Починал с 5 маршрутов. Всё не их в два раза больше. Выдачу книг суместили с концертами артистов из районного центра. В складе аутоклубов и библиобусов так само стали выезжать письменники, ветераны и представники райвы Конкама. Зараз библиобус обслуговывает 44 вёски. А это больше за 700 читачо. За день поспевают объездить до 8 населенных пунктов и выдать до полтысячи книг. Наш библиобус укомплектован не только книгами, не только газетами, журналами. Он является мультимедийным центром. Мы специально для этих услуг закупили ноутбук. Мы берём с собой сканер. Мы берём с собой маленький принтер. Если раньше мы приезжали в какой-то населенный пункт и нужна ксерокопия, это нужно было ждать месяц. Сейчас это всё на месте. За становшим опытом Лоющин из всей области приехали героевники библиотек и установку культуры, которые стали удельниками выездной у коллеги Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Аблова Конкама. На её охучили и за прошлый год в регионе зачинились 15 стационарных библиотек. Причины оттук читачоу на вёсце. Функционование установлено на местах стало экономично немотазгодно. Библиобус же не потребует выдатков на аренду и утримание помешканья. Прога эта машина едена в оттуды, где читачоу можно перелечить по пальцах одной руки. У нас хорошо работает и Житковичский район, Рогачёвский район. Библиобусов у нас в области 14, это 83% покрытия нашего региона. И 21 автоклуб работает. Библиобусы охопливают абсолютно все населенные пункты День АМА стационарных библиотек. Казара стоит пытание по ширине деятельности таких пересомных установ, кабьяны могли привозить вязковому насильниству и иншие виды послуг. Работа должна строиться в тесном сотрудничестве и с МЧС, и РОВД, и сельскими исполкомами, и Центром по территориальному обслуживанию населения, то есть и другими учреждениями заинтересованными, для того, чтобы не оставить ни одного из жителей малонаселенных и отдаленных деревень без внимания. Забота о жителях деревни – это обязательно социальный стандарт. Гомельские медики могут делать высокотехнологичные операции в ухо всем пациентам, которые имеют в этом потребу. Тенденции лечения органов слыху обмерковались сегодня на областном семинаре. Его отделниками стали специалисты от Арина Ларнгологи из всего региона. Сейчас в Гомельской области проживает 77 тысяч пациентов с заболеваниями слыху. Каля 2 тысяч мают диагноз хроничный гнойный средний отит. Гэта хвороба Амаль позбавляет макчимасте чуть и причиняет мощный головный боли. Выявить всех пациентов, которым необходимо лечение, и свочасово оказать допомогу – это одна из головных задач, которую на ближайший час ставить перед собой медики региона. Тем более, что макчимасте для якостного лечение есть. У минулого года в областной больнице начали проводить высокотехнологичные операции. Они позволяют практически полностью вернуть слых пациентам с хроничным гнойным средним отитом. Все ли это такое лечение может отримать любые же Харгомельщины, которые имеют потребу? У нас имеются сегодня все известные в мире методы исследования, микроскопия, компьютерная томография височных костей, компьютерная томография головного мозга, МРТ исследования. На сегодняшний день консультативной поликлиники врачом-сурдологом и врачом-отеринолингологом выполняются все аудиологические и сурдологические обследования, которые необходимо выполнить таким пациентам. Необходимо все оборудование у нас имеется на сегодняшний день в операционной. И, конечно, квалифицированный персонал, рабочие руки у нас тоже сегодня есть. Больше, как 40 молодых супрацовников следчика комитета примают судьбу в учебно-методичном сборе. Головная мета – отримание практичных навыков при расследовании таких злочинств, как порушение границы, незаконная рыбалка, забойства. С удзельниками сбора познайомился Олег Синсеров. Умовы на сборах супрацовников следчика комитета практически такие, как на военных сборах. На протягу четырех дней проживание в таких палатках. Внутри у всего по-спартанску звычайные железные ложки у два яруса. Хоть и махчимостью находится в палатках, так само особо, для ванима. У 22-годинный отбой, у 7 ранницы подъем, к рыху особистого часу и постоянная учеба. Шмат кто-то молодых супрацовников следчика комитета закончил громадянские высшейшие научные установы по юридичных специальностях. Недахоп террористичных ведов и практичного опыта для них – значная проблема. Как мы организуем работу на местах происшествий, насколько мы профессионально и качественно себя поведем именно на этом процессуальном следственном действии. Настолько эффективно мы сможем расследовать уголовные дела и раскрывать преступления. Пять специальных учебных плясовок и две годины на выконание кожного задания. Молодые лейтенанты прознаются, с некоторыми ситуациями и они николи не сутыкались. То есть порушение державной границы, те незаконные зобычи рыбы. Для следчих, якие прорастуюсь в великих городах, тут все новое. Да також на кожные плясовцы организаторы продовлетели шерох особливостей, разобраться в яких зусим не просто. Тем более, что и задания рыхтовали соправданные профессионалы с великим опытом работы. Офицеры Управления Унутренних Справ, Комитета Судовых Экспертиз, Инспекции Пахови Живольного и Расследного Света и непосредственно Следчика Комитета. Здесь очень много квалифицированных специалистов собралось нашего высшего руководства. Смежные службы, которые нам способствуют в этом. Ну, достаточно интересно. Плюс здесь мы можем обменяться опытом. Штрафных баллов и становочных отзнак по часу сбора у непродугледжена. Уречься это не с поборницей, с прозовыми местами. Головная задача – научить молодых супрацовников Следчика Комитета практичным навыкам при расследовании усих максимумов злочинств. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области завершилось першинство Беларуси по спортивным арендованни. По выниках трехденых с поборництвау лепшей стала команда Минской области. Сребранный призер сборная Могилевской области, бронза у команды из Минска. Першинство Беларуси собрало каля 300 удельников во взросле от 12 до 17 годов. Яны выступали у складе сборных команд областей и города Минска. На протягу трехден команды удельницы споборничали у спрынтерской и классичной дистанциях и двухэтапной эстафете. С поборництвы пройшли як на территории Гомеля, так и у лесным массиве во урочище Казара у 30 километрах от областного центра. Команды-пираможцы были узнагороджены медалями, а так само дипломами Министерства адекватации и Республиканского центра экологии и краезнауства. У нашей краине спортивное арендование активно развивается як массовый вид дитячого и молодежного спорту, так и заняток сполучая у собе як физичную нагрузку, так и разумовую дейность. У делу першинстве став активным и позитивным початком летних каникул. Кто-то может быстрее бежать спринтерскую дистанцию. На классической дистанции нужны просто другие качества. Там выбор вариантов, там нужно читать рельеф, обязательно набор высоты будет. Это различная проходимость леса, преодоление препятствий. Эти все навыки должны быть в арсенале ориентировщика для того, чтобы показать хороший результат. И на приконцы выпуска про надворья. Ближайшие дни по раннейшему не порадуют жихару региона с Пякотой. Завтра температура поветра в день досягне 18 градусов. У вечера максимальная однака до плюс 11. Опадки не прогнозуются. У пятницу характер надворья истотно не изменится, а в субботу знов прогнозуются дожды. Температура, характерная для летнего периода, чекается только на наступном тыдне. И опошнее поведомление. У Доме профсоюзау проходит акция «Мед для пенсионеров» 5 рублев за килограмм. А так само товары для дома и дачи. Усё по 3 рубли 50 копеек. ГТ, а так само иншие новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познаемить мой коллега Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова